Портал детали Портал детали Добрый вечер, Алексей Цви, ну начать я хотел бы с визита господина Блинкина Точнее даже это не визит, это вояж Извините за такое высокопарное слово Значит он предпринял вояж по всему Ближнему Востоку Он побывал и в Турции, он побывал в Саудовской Аравии Он побывал, вот приехал в Израиль, как бы встретился Что собственно он собирается делать? Для чего такая сложная, такие многочисленные визиты В общем-то не самого свободного дипломата Ну тут конечно очень мало кто действительно знаком С конкретной обстановкой информации из Белого дома Или из американского руководства Тут можно только предположить Я хочу обратить внимание, что это его пятый визит В регион после начала войны в Газе Из этого следует, что это не вояж для ознакомления ситуации Это тут так или иначе какая-то конкретная работа Совместно с Израилем, с другими игроками в регионе И это означает, что тут имеется ввиду присутствие Соединенных Штатов В этом конфликте, вернее их по-моему решающая роль И с первого дня конфликта здесь находится Начиная с президента и продолжая с министром обороны И министром иностранных дел И другими, так сказать, экспертами Которые бывают и в Израиле, и из Израиля В Соединенных Штатах Поэтому весь этот конфликт так или иначе Находится на повестке дня Как минимум между Израилем и Соединенными Штатами В этом контексте это еще очередной визит Где разбирается конкретная нынешняя обстановка И конкретные вопросы, которые на повестке дня Их можно уточнить Но он приехал решать эти вопросы непосредственно с лидерами в регионе Будучи знаком с его маршрутом Это означает, что он беседует и с руководителями арабских государств И с лидером палестинской автономии И естественно с израильским руководством Насколько нам известно То, что он предлагал Это палестинцам так или иначе согласиться На процесс создания в будущем палестинского государства Насколько нам известно Был очень сложный разговор между ними Руководством палестинской автономии Кончилось, по-моему, плохо На предложение так или иначе начать процесс Создание или подготовки создания государства Ответили Но это означало со стороны Соединенных Штатов Что да, нужно, конечно, изменить много вопросов Или много аспектов в самой палестинской системе На что были даны какие-то негативные, даже грубые ответы Но нам подробности пока не даны В других арабских государствах вопрос Тоже касается, конечно, палестинского вопроса Как будущего решения этого нынешнего конфликта Но там еще есть основной вопрос Ради которого Соединенные Штаты здесь и сейчас находятся В этом конфликте А это где будут завтра арабские государства Которые были, по-моему, пока еще в какой-то мере остались С партнерами Соединенных Штатов Я напоминаю соглашение в РАМ Я напоминаю урегулирование отношений с Саудовской Аравией И Израилем и так далее Где Соединенные Штаты играют основную роль И в этом контексте У Соединенных Штатов ярко выраженный интерес Вернуть все на круги своя Напоминаю, что в том же регионе Наведывались и даже президент России Путин, который бывал в этих краях И тоже пытался так или иначе продвинуть свои интересы С теми же игроками Так что тут в определенной мере Не только решение конкретного вопроса Но тут еще и противостояние И конкуренция между Соединенными Штатами И другими державами о будущем региона Ну и, конечно, о будущем нашего непосредственного вопроса Касающегося конфликта в Газе Вот примерно что можно сказать Не имея конкретных данных По результатам этого визита Ну, о результатах мы действительно предварительно можем судить Только по официальным пресс-релизам Но вот интересно, что Во время своего визита в Рамалу То есть на встрече с Абумазаном Блинкен заявил, что США Последовательно поддерживает шаги К созданию палестинского государства И это именно прозвучало на встрече с Абумазаном То есть предполагается, что он как бы предложил палестинцам Как вы сказали, значит, все-таки ускорить создание палестинского государства Но у меня вот какой вопрос Почему всегда, когда говорят о создании палестинского государства То есть это и в ООН, и там другие страны То есть говорят вот такую, знаете, вот цельную фразу Создание палестинского государства Которое будет жить в мире добрососедства с Израилем А кто сказал, что вот это государство Какое бы ни было создано Оно будет обязательно жить в мире добрососедстве с Израилем То есть почему, если вот сейчас Они не очень живут с нами в мире То есть мы видим, что творится в Газе Газа – это тоже палестинское государство Мы видим, что творится на западном берегу То есть в Иудее и Самарее То есть постоянные теракты То есть постоянно наши силы безопасности там работают Да, палестинская администрация не справляется, это совершенно ясно. А если их обзовут государством, да, то есть в чем разница, кстати, непонятно, потому что Абумаза и сейчас называет президентом палестинской автономии, да, и он даже там чуть ли не члены, а не ООН, то что изменится? Вот смотрите, вот есть Ливан, да, то есть суверенное государство. Израиль не имеет, и у Ливана нет к Израилю никаких территориальных претензий, у Израиля к Ливану никаких территориальных претензий. Вот суверенное государство. Что мы имеем сейчас, и не только сейчас, а последние годы с Хизбаллой, да, есть какая-то там террористическая организация, которая плюет на это государство, почему то же самое не может образоваться в новом палестинском государстве? Философский вопрос, но попытаюсь на него ответить, хотя так ничего конкретного, конечно, сказать на данном этапе невозможно, но представьте, Израиль не будет удовлетворен, если вместо нынешней автономии, или как это называется, создастся государство негативного отношения с Израилем. Мы уже этого имеем и с Ливаном, и с Хизбаллой, мы это имеем уже в Газии. Значит, если это будет независимое государство, там не будет присутствия или военного контроля Израиля, это означает, что оно тот же превращается, скажем, в террористическую структуру, которая будет в той или иной мере воевать или конфликтовать с Израилем. Поэтому Израиль на это не пойдет. Поэтому говорят, жить в мире с Израилем означает, что Израиль выведет свои, скажем, войска или там военный контроль, даст им полную свободу действий. И они должны гарантировать, что они не намерены конфликтовать во имя самой идеи конфликта. Это, если я правильно понимаю, важно. Что значит гарантировать? Кто гарантирует? Они будут гарантировать? Да, чего стоит это слово? Ну хорошо, они скажут, что будут гарантировать сегодня, а завтра передумают. Так или иначе, они должны изменить свой подход ко всему-то вопросу. Они на данном этапе не хотят государства, они хотят уничтожения Израиля. Они требуют вывода Израиля со всех бывших якобы палестинских территорий, включая от реки до моря, что ныне стало уже общеизвестным лозунгом в мире. Это и есть палестинский подход. Вы отсюда уезжаете, а мы как-нибудь останемся и разберемся. Это имеется в виду. Они создали совместное государство. То есть свое государство они могли уже 10 раз создать? Да, в 1947 году им было предложено, а они отказались. И потом несколько раз уже были те или иные, скажем, контакты или конкретные проекты по созданию процесса задействования именно этой идеи. Напоминаю, ныне существующая автономия тоже неспроста создалась. Это был международный консенсус, договор, который так или иначе дал им эту автономию. И они гарантировали, что будут вести себя достаточно прилично. Но там тоже достаточно много проблем. И до данного момента не получилось, хотя им было предложено практически все, что они просили. Напоминаю, был план не только Рабина, который и является вот этим проектом Ослова, но еще был проект Барака, который дал им практически все, они отказались. И Ульмарта, который согласился на всех претензий, и они отказались от продолжения вот этого контекста. Так что в той мере нужно тут разобраться с ними самими, чего они, собственно говоря, хотят и что они предлагают. Израиль заявил уже многократно, включая даже нынешнего премьера, что да, готов на идею о создании двух государств. Но тут запросы, конечно, более тонкие, да. Но вообще-то ведь благодаря Трампу, при котором создавалось вот это соглашение Авраама, понятно, что готовилось оно много лет до него. Благодаря Трампу были как бы оставлены за скобками вот эта палестинская проблема, которая, в общем-то, мешала нормализации отношений Израиля со всеми соседними арабскими государствами. То есть было сказано, то есть палестинское государство, там палестинские разборки – это одно, а наша нормализация – это другое. Собственно, это и послужило созданием соглашения Авраама. И теперь Саудовская Аравия, кстати, собственно, которая шла на сближение с Израилем. И, в общем-то, одна из основных причин вмешательства Ирана и вот провокации вот этой вот нападения 7 октября – это было как бы приостановить сближение Саудовской Аравии с Израилем. Так вот, наследный принц Бен Салман, с которым беседовал Блинкет, заявил, что, в принципе, они как бы не отказались от этой идеи, они готовы прийти. Но опять он там выдвинул первое, второе, третье, четвертое, там опять-таки вот это решение палестинского вопроса. Но мы-то понимаем, что главное-то в его, так сказать, требованиях было поставка оружия Соединенных Штатов и прочие требования именно к США. Это сложнее. Во-первых, заявление Саудовской Аравии, того или иного, скажем, лидера этого государства, о том, что они не отказались от этой идеи, это достаточно серьезное, даже сказать, поворотное событие. Это означает, что это негативный ответ и России, и Китаю насчет будущего, скажем, статуса региона или отношений в регионе и готовности Саудовской Аравии продолжить свои контакты или отношения с Соединенными Штатами, вернуться и присоединиться к соглашению Брама. Это еще не происходит, но само заявление, это действительно очень серьезный шаг именно в этом направлении, поэтому, конечно, его здесь приветствуют. А все остальные вопросы, касающиеся палестинцев, хочу напомнить, что якобы были оставлены вне повестки дня или за бортом, это к тому, что в той или иной мере палестинцы в прошлом сумели, не только они, конечно, они и другие, израли другого толка, сумели поставить палестинский вопрос в центр мирового внимания или повестки дня мирового сообщества. И в этом контексте ничего не происходило без упоминания или поднятия этого вопроса, но со временем он достаточно, по-моему, надоел арабским государствам, которые были рады от него избавиться, и много лет его уже практически не было в центре повестки дня, включая процесс нормализации с Израилем, включая процесс то, что мы называем соглашение Брама. Ныне, ввиду этого конфликта, который называется палестинским, и есть палестинская, хотя это иранская прокси, это война с Ираном, но все же палестинская прокси снова стал в центре повестки дня, и его обсуждают именно в этом контексте. Мы хотим прекратить войну и готовы ради этого задействовать идею создания государства. Это предлагают и Соединенные Штаты, с европейцами это предлагает и Россия, это предлагает и Китай, и кто там еще этого не предлагает. Это одна и та же идея, в конце концов, палестинский вопрос вернулся в центре мирового внимания, еще не знаю, как это будет развиваться дальше, чем это кончится, но это еще не означает, что из этого что-то практического произойдет. То есть, надо разобраться, во-первых, с Газой, во-вторых, еще с Ливаном, который, например, с Кильня, а там посмотрим. И они тоже ждут. То есть, нападение Хамаса 7 октября, это сильнейшая пиар-акция палестинцев. Извините за такое кощунство и за такое вот... Да. А Цви, Блинкен, еще одна из, так сказать, основных, может быть, целей вояжа Блинкена является, как бы, поиск какого-то решения для послевоенного восстановления газа и обустройства газа. То есть, что там будет? То есть, никто не хочет ее брать под свою опеку. Мы неоднократно, Израиль еще в свое время предлагал еще 20-30 лет назад, предлагал ее взять Египту. Египет категорически отказывался. Значит, предлагали и Ордании. И Ордания категорически отказывается. То есть, любить на расстоянии палестинцев, жителей Газа, они готовы, но только на расстоянии. Никто не хочет, как бы, над ними властвовать. И вот теперь возникает вопрос, что будет? То есть, Абумазан, вроде бы, хочет возглавить этот процесс. Вы представляете, какие миллионы там польются? Сотни миллионов, миллиарды. То есть, Абумазан с его, так сказать, аппетитами и вся его семейка, это же для них просто праздник какой-то, да? То есть, из миллионеров станут миллиардерами, те, кто еще не стал. Вот. И Блинкин как бы склоняется к тому, что палестинское руководство в лице Абумазана и его команды должны, значит, возглавить сектор Газа тоже. Она же категорически против. Египет и Саудовская Аравия непонятно. Они тоже говорят о том, что кто-то должен, но никто не хочет брать. Совершенно непонятна позиция Израиля. Как вы, человек, который много лет проработал и аналитиком военной разведки, и дипломатом, вы были дипломатом и в России, и в Украине, и знаете многих, что происходит? То есть, на ваш взгляд, каким образом можно решить эту проблему? На повестке дня действительно находятся несколько, условно говоря, идей, которые сводятся более или менее к общему знаменателю того, что продолжится нынешняя ситуация или состояние не может. Из этого следует сделать или кому-то передать, или задействовать, поэтому говорят о палестинском государстве, подарить его палестинской автономии и задействовать это уже как объединенное палестинское государство, которое еще не так быстро реализуется, даже если им это дадут. И третья возможность – это международный контроль. И это разрабатывается тоже. Израиль как раз принимает достаточно позитивно эту идею. Вот несколько арабских государств, даже Саудовская Аравия, Египет, еще другие, могут создать или задействовать какую-то систему контроля, гражданского контроля над этим сектором газа на несколько лет вперед, а там разберемся. И что касается Израиля, это воспринимает при условии, что военный контроль будет только израильским, а палестинская автономия хочет создать государство, это отдельный процесс, можно его обсуждать, но на данном этапе пока не с кем говорить на эту тему. Предпочтительно для израильтян, я отвечаю на вопрос израильтяна, было бы, конечно, международный контроль при израильском, нейтральный регион, без военных тех или иных решений. И израильский контроль над этим вопросом будет только военным и не гражданским. А что будет дальше, действительно, для израильтян пока открытый вопрос. Есть разногласия по этому вопросу, есть, которые ничего не хотят, есть, которые хотят вообще взять эту территорию и освободить ее от присутствия арабского населения и задействовать там еврейские поселения. Есть такие люди в Израиле, но, по-моему, это не актуально. Что актуально, это действительно международный контроль. Ну, международный контроль, как бы, не очень понятно вообще, как это будет выглядеть. А кто, вот, что вам известно, кто дал согласие, кто уже дал согласие на участие в этом глобальном проекте? Египет, Иордания? Я думаю, что те же игроки, которые сейчас в той или иной мере присутствуют в этом процессе, это Египет и в какой-то мере Саудовская Аравия, естественно, что это Эмираты и Катарь, естественно, который хочет участвовать во всем этом. Еще непонятно, кто хочет присоединиться. Но да, они будут, вряд ли всего, готовы в той или иной мере принять участие. Но я не исключаю возможность, что Турция вдруг захочет принять участие и даже стать основным игроком, но это еще рано с ними суммировать. А как Израиль вас примет, если Турция захочет, учитывая наши сейчас отношения с Турцией? Они всегда меняются. Могут измениться в будущем к лучшему, они всегда будут меняться. А, то есть как только запах денег появится, то Эрдоган может изменить? Только деньги у Турок есть, свои интересы, своя игра, и они, естественно, ее разыгрывают в соответственной обстановке и не стесняются менять, так сказать, отношения к Израилю и вообще ко всем другим вопросам, соответственно, их ежеминутным интересам. А вы ничего не сказали вообще, где в этом шахматном гамбите находится большая северная страна под названием Россия? То есть последние, ну у них сейчас, понятно, каникулы длинные, поэтому как-то все замерло, но тем не менее. Ну, первая фаза этого конфликта, этого проекта не получилась, потому что в той мере выгнать американцев с Ближнего Востока пока не получается. А Рабские государства пока не меняют, так сказать, сторону и не переходят на сторону России. И поэтому для того, чтобы остаться, нужно действительно разработать новые подходы, что она и делает. Россия пытается остаться в этой игре. Россия предлагает свои решения именно того же палестинского государства или других вопросов. И она остается пока на повестке дня. И конкурируя за позиции Соединенных Штатов, предлагает тем же игрокам свои позиции. Ну, это еще вопрос времени, кто какие позиции предложит, кто их воспримет. Ну, на данном этапе, по-моему, их позиция ослабеет. И тем более, что именно ввиду этого заявления Соединенных Штатовской Аравии о том, что она готова продолжить нормализацию с Израилем, это есть ответ на позицию России. А что вы можете сказать по поводу поступившей информации, что сирийские войска, несколько подразделений переместились поближе к границе с Израилем в районе Хермона. И там их тренируют и находятся с ними представители российских войск, которые там когда-то и находились. То есть это сдерживающий фактор или это, наоборот, попытка обострения? То есть вот то, что сейчас Россию немножко отодвинули, они сейчас возьмут, бензинничка плеснут там и скажут, вот давайте мы вас будем мирить. Ну, это вид в лучшем случае или в максимальном случае это вид рычага давления. Я напоминаю, что Россия присутствует, вооруженные силы присутствуют в Сирии уже много лет. Начиная с 2015 года. И посчитайте сами, сколько это. И у нее были взаимопонимания или договоренности с Израилем о той или иной мере взаимного контроля или участия в тех или иных решениях военных вопросов. На данном этапе Россия с Израилем не очень сотрудничает, я бы сказал так. И военный вопрос остается завис в воздухе. Что там будет с ними, кто себя как ведет и кто как координирует действия друг с другом. По-моему, это рычаг давления именно в ту сторону. Израиль на этот вопрос пока неизвестен. Он знаком, но не отреагировал никак. По-моему, это не есть угроза ни сирийской вооруженной силы, ни тем более присутствие российских тех или иных экспертов, которые всегда, между прочим, присутствуют в регионе, так или иначе на обстановку пока не влияет. Тут вопрос, так или иначе начнется ли противостояние с Хизбаллой в Ливане. Это израильский вопрос. И, соответственно, тогда как себя поведет Израиль и куда это может развиться. Ну вот вопрос с Хизбаллой как раз я бы хотел вам задать. То есть ситуация на северной границе последние несколько дней накалилась до предела. То есть обстрелы продолжаются. Были с той стороны, со стороны Хизбаллы, были нанесены удары, наносятся регулярно удары по городам. То есть Кирьяр Шмона практически опустела, всех эвакуировали. Митула эвакуирована, многие кибуцы эвакуированы. То есть в Израиле порядка 150 по разным данным или 200 тысяч беженцев, о которых, кстати, ООН не вспоминает. То есть они беженцами не являются в их понимании. И в последнее время эскалация продолжается. То есть наносятся удары по позициям израильской армии, наносятся удары по городам. И Израиль осуществляет точечные ликвидации и расширяет сферу своих обстрелов. То есть в какой момент, на ваш взгляд, все это может скатиться в пропасть, когда это уже будет невозможно остановить? Давайте разделим. В тот момент, когда Ливан, вернее Хизбалла, пожелают по-настоящему воевать, у них есть чем воевать. Это зависит от решения, конечно, присутствия Ирана, который за всем этим стоит и их вооружает и вдохновляет. Но на данном этапе есть четкое решение не вступать в полную мере в конфликт с Израилем пока. Это может измениться. Но на данном этапе есть добро со стороны Ирана играться в эти пограничные перестрелки и не более этого. Напоминаю, что это решение было принято ввиду давления Соединенных Штатов, которые сдержали Иран и Хизбаллу с первых же дней этого конфликта. И они пока сдерживают их. Поэтому нет никакого интереса расширить этот конфликт. Хотя если Израиль начнет по-настоящему, то им придется ответить. Но они не заинтересованы, они не могут. Это первое. Израиль со своей стороны тоже, координируя свои действия с Соединенными Штатами, учитывает позиции Соединенных Штатов и не наступает. Хотя есть в Израиле голоса или мнение, что следует вероятно всего так или иначе от Хизбаллу ликвидировать, следует теперь начать операцию на территории Ливана для уничтожения вот этой организации. Но на данном этапе ограничивается именно тем же, что и Хизбалла пограничными или приграничными конфликтами ограниченного, скажем, формата. Это первое. Что делать дальше? Это зависит от решений в регионе. Вероятнее всего, Хизбалла не изменит этой позиции, попытается по мере возможности нанести максимальный вред в приграничных районах Израиля. Израиль вынужден сдерживать и отвечать, но тоже не наносит никаких, скажем, серьезных ударов по территории Ливана. И это висит в воздухе. Когда это изменится, это не изменится, пока не будет решен вопрос с газой, а тогда им придется так или иначе принимать сложное решение. А решение очень простое. Есть решение ООН о выводе Хизбаллы из приграничного района, 17.01, что называется. И Израиль наставит на том, что да, следует ввести войска или группы, банды Хизбаллы за пределы Южного Ливана, за реку Литань, если хотите. И на этом настаивают. И вероятнее всего это поддерживается, по-моему, международным сообществом. Так что в той или иной мере у Ливана, вернее, у Хизбаллы выбор или наносить полномасштабное, скажем, наступление на Израиль и выводить войска и восстановить мир и порядок в регионе. Пока еще непонятно, чем это кончится, но вот эти две возможности на повестке дня. Израиль же утверждает, что если они сами не уйдут, нам придется их вывести оттуда силой. Вот и все. Что значит вывести силой? Это одними авиаударами это не сделать. То есть это наземная операция? Занять территорию и ликвидировать эту систему. То, что происходит в Газе, именно израильские, скажем, лидеры и заявляют неоднократно, что если не установитесь или не прекратите, то напоминаем, что мы можем сделать с вами то, что мы сделали с Газой. Много не останется от вас. Вот примерно это разговоры, которые ведутся. Поэтому я их цитирую сейчас. Ну, пока еще решение зависло в воздухе, еще непонятно, кто чего добьется. Но тут напоминаю, присутствуют и державы. И за каждой стороной стоит держава. За Идараном стоит Россия, у которой свои интересы. За Израильом стоят Соединенные Штаты и же с ними. Так что тут еще непонятно, куда это развивается. Не только решение конкретных игроков в смысле Израиля, а Кизбалу. То есть Израиль должен продолжать выжидать, продолжать, значит, получать удары, разрушение израильских населенных пунктов. У нас ущерб от разрушения имущества на севере превысил уже, чем ущерб на юге. Люди сидят неизвестно где там в гостиницах по кибусам. Вы можете продолжить это, но это не так. Я напоминал, у Израиля, у Избаллы 150 тысяч ракет, насколько нам известно, вероятно, все больше. Если они их задействуют, то то, что сейчас описывается, это детский сад. Поэтому речь идет о том, чтобы не вступать в полномасштабный конфликт. Это имеется в виду. Сейчас только приграничные районы, так или иначе, вынуждены терпеть те или иные, скажем, ограниченные, между прочим, удары. Со стороны Хизбаллы. Ну а в конечном итоге, ваше мнение, сейчас оставьте в покое всех остальных. Вот ваше мнение. Вот допустим, сейчас Израиль начнет завершающую стадию в Газии, и Хизбалла скажет, ну ладно, и мы потихонечку-потихонечку начнут снижать градус. И все. Но ведь жители, которые эвакуированы из Шимоны, вернутся по своей... Они не вернутся, потому что они говорят, что у нас... Вернутся. А Хизбаллу так иначе... Израиль требует вывода Хизбаллы из первичных регионов. И будет на этом настаивать. Поэтому, в дальней мере, как минимум частично этот вопрос будет на повестке дня и будет решаться. По-моему. Ежели не дойдет до полного конфликта. Но, по-моему, не дойдет. Спасибо. Спасибо большое, Цвимаген, политолог, дипломат, экс-посол Израиля в России и Украине. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо вам. Интересно ваше мнение. Что делать? Нападать или пытаться договориться? Пишите. Задавайте вопросы. Всего доброго. До свидания. Всего доброго.